Уже, наверное, поздно. Ну, я просто посмотрел много чего. Посмотрел фильм, который называется «Мулан». И мне он понравился, он такой яркий. Там были несколько очень таких понравившихся мне шуток. Но как я кому-то рекламировал тут опять свой 438 дней фильм, вот нет такого, чтобы там... А, я скажу, в чём разница на самом деле, что вот здесь вот как бы такое стремление к победе, победа и радость победы. А 438 дней — это радость жизни, а не победы. Так, я опять делаю самолечение, которое у меня вызывает аллергию. Причём я посмотрел, вроде бы это либо новая уже аллергия у меня на руке, или ещё старая. В общем, посмотрим, лечусь как могу. Сегодня у меня начались новости с утра, кое-какие. В общем, опять пришлось переделывать расписание. Не опять, а пришлось переделывать расписание немножко. Это так непросто, на самом деле. Учесть все эти промежутки времени и... Да, и всё. А потом я вспомнил позвонить по поводу операции. И позвонил. Сначала не дозвонился пару раз, потом позвонил не на тот номер, и мне сказали, что а вот туда вот трудно дозвониться. И вдруг я сразу же дозвонился. И вот я вчера, по-моему, планировал просто узнать какие-то формальности, а дату не менять. Но я написал у себя в телефоне, что надо попросить, спросить. И в том числе спросил, написал просто, что можно ли поменять дату и на какое время. И мне разрешили поменять дату. Так что я теперь, может быть, даже и концерт буду играть в Питере. Даже не может быть, я уже на него подписался. На самом деле, и сейчас мне надо к нему готовиться. Как ни странно. Теперь, правда, перед операцией там надо всякие анализы делать. Я не знаю, где их делать. В каком городе, даже не знаю их делать. Потому что там ещё с этим ковидным тестом, который должен быть прямо перед тем самым делом. И поэтому, как бы, ну это всё такое неожиданное было. Все эти новости. И поэтому я немножко был на взводе. А потом я даже вспомнил одной студентке сделать программу. Я зашёл в читальный зал и начал смотреть ноты, чтобы выбрать программу. Потому что это оказалось быстрее. У меня через интернет как-то всё уже долго грузится. Ой, моя техника это уже... Это уже что-то. Потому что в iPad у меня очень долго грузились ноты. Так долго, что я просто сдался и пошёл сегодня в читальный зал. А телефон... Телефон взял и перестал работать с интернетом. И, ну, перестал использовать интернет. Как это сказать? В общем, ни 3G, ни 4G перестали работать. Сотовый интернет. В общем, телефонный интернет. И я-то подумал, что это что-то с компанией. Но потом, когда телефон немножко согрелся и включил мне интернет, а потом, когда я опять на улице прошёлся и он опять не включил интернет, а потом, когда согрелся и опять включил интернет, я понял, что... Точнее, я предполагаю теперь, что у меня телефон не хочет включать интернет от холода. То есть он немножко замерзает, причём холода сильного-то и не было. Так, немножко замерзает и сразу же не хочет включать интернет. Это не хорошая новость. Но получается, что я достаточно... Для меня это были как бы вот эти мысли, все эти дела, они были немножечко как... Что-то вот такое, типа занозы такой, которая... Которая мне немножко, ну, напрягает. Надо думать, что что-то не сделано. И получается, что сегодня я так как-то много чего сделал, что... Можно сказать, что я рад, с одной стороны, с другой стороны, это неожиданно и даже как-то напрягает, потому что теперь надо готовиться, что ли, к чему-то. Я не знаю. Потому что так-то, если бы у меня был концерт в филармонии просто, я бы ничего не спрашивал, я бы просто отказался от этой операции и всё. А тут я её, может быть, сделаю, а это значит, что я не буду заниматься очень долго. И, по крайней мере, одно возможное мероприятие уже отменилось из-за этого. Отменяется. Что ещё? Мне казалось, что что-то ещё было. Ну, по крайней мере, я посмотрел ещё вот после этой «Мулан», там по телеку шёл, шла опять мультик, шёл мультик «Лапута». И, конечно, название очень смешное. «Лапута». Ну, просто на каких-то языках это, может быть, два слова и как-то с разных языков. В общем, я не знаю, получается смешно чуть-чуть. И, конечно, этот мультик, он весь такой красивый. Там вот этот подводный мир в воздухе. Ну, я уж не буду там про чипсы рассказывать, про магазины. Да, всё, наверное, это уже слишком неважно.